Библейский портал экзегет.ру представляет очень такое мощное напряжение, такой рывок, прорыв. А потом тихая нежность. Вот 54 глава — это глава тихой нежности. Успокоиться после этого прорыва. «Радуйся, бесплодная, ты не рожала, но громче ликуй, радуйся во всю, не знавший мук родовых. У одинокой больше детей, чем у замужней», говорит Господь. Вот у нас уже это было. «Утешайте, утешайте, мой народ». Сорковая глава с этого начиналась. Вообще вот эта часть книги пророка Исаия, а здесь обращение даже не к народу, а к такой женщине, вот с такой тихой нежностью. Там про страдающего Мессию мы говорили, одновременно про народ Израиля, но не буду повторяться. А здесь какой-то очень практический вывод. Вот он пострадал за всех нас, и теперь у тебя больше детей, чем у замужней. У тебя не рожавший больше детей, чем у той, которая рожала. Вот как-то это происходит. «Ставь шатер пошире, раздвигай завесы, не колеблись, покрепчив, бей коле, натяни веревки по длине». Ну, то есть большой шатер ставь, то что надо же им куда-то всем влезть, у тебя столько теперь детей. «Распространится направо и налево твое потомство, и народами завладеет. Населит города разырайонные». Ну, понятно, что это еще понимается в таких терминах «победа над врагами», вот, в частности, «другими народами овладеет твое потомство». Израильский народ, очевидно, здесь имеется в виду, и мы уже даже не знаем, имеется ли в виду потомство по крови или потомство по духу. Не рожала, но это ее дети. Может быть, это те, кто из других народов присоединяется к этому народу, и это такое пророчество о грядущей проповеди единобожия, о том, что единобожие станет главенствующим в мире. Сейчас в мире основные религии – это христианство, ислам, иудаизм, может быть, не очень большой подчисленности, но это единобожные религии. Не будем сейчас рассуждать о том, насколько и как они соотносятся с Ветхим Заветом, но в каком-то смысле вот дети Авраама – это и мусульмане, и христиане, и иудеи. Нечего тебе бояться позора, не придется смущаться и срамиться. Бездетность в древнем мире – это, конечно, очень унизительное, позорное состояние. А позор своей юности забудешь, о попреках времен вдовства своего не вспомнишь. То есть женщина, которая овдовела, попала в такую позорную ситуацию, может быть, за свои поступки, может быть, просто потому, что ее легко может унизить, когда она вдова бездетная, каждый может унизить. «Вот Творец, вот твой супруг, имя ему Господь воинств, Святой Бог Израиль, вот Избавитель твой, Богом всей земли его зовут». Ты говоришь, у тебя нет мужа, но вот Господь для тебя муж. Вновь отношения Израиля и Бога понимаются как отношения между супругами, но обычно это про неверную жену. А здесь призвание этой самой жены очень такое нежное и ласковое, и обращение к ней, как к той, кому теперь не придется стыдиться одиночеству и не придется вот так страдать. «Призывает Господь тебя, оставленную смущенную жену, что вышла в юности замуж и брошена была, говорит твой Бог. Оставил я тебя на краткое время и возвращаю милостями осыпав. Покинул я тебя в полу гнева на время, но вечной будет моя к тебе милость», говорит Господь, Бог Избавитель. Смотрите, вот этот развод, он прекращается после смерти этого самого страдающего мессии, который несет на себе грехи. Вот теперь грехи прощены. Причем настолько прощены, что он даже не вспоминает их. Вот до сих пор очень много говорится об этих грехах, вот за какие конкретно пороки. А здесь он даже не говорит о грехах. Он говорит, покинул я тебя в полу гнева на время, но вечной будет моя к тебе милость. Он не говорит, ты грешна, потому что этой греховности уже нет. То есть это не просто нежность, это иллюстрация того, как это работает. Вот это самое избавление от грехов. Не грехи прощены, но я тебе напомню, а их нету больше. Все. Это для меня как Ноев потоп. Зарекся я впредь, насылать на землю потоп, что был при Ное. Так зарекся гневаться на тебя и сердиться. Но при Ное человечество уничтожено потопом, и потом с Ноем заключает Господь завет, которым говорит, что потоп не повторится. Вот так и здесь. Все. Черта подведена. И это навсегда. То есть это не прощены прежние грехи, но это в принципе другие отношения. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, но не сдвинется моя к тебе любовь. Мой мирный договор не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедняжка, как швыряла тебя буря, и не было тебе утешения. Но будут из бирюзы твоей постройки. В основание твое положу сапфиры. Город, который отстраивается. Потом в Откровении Анна Богослова будет этот образ небесного города из драгоценных камней. Конечно, никто не строит крепостные стены из сапфиров и прочих драгоценных камней. Это просто невозможно. Их нет в таком количестве. В основание твое положу сапфиры. Зубцы на стенах будут из рубинов. Ворота сложу из самоцветов. Обнесу тебя драгоценными камнями. Понятно, что все равно образ земного города, хотя ясно, что это уже не город, нуждающийся в обороне. Это что-то другое, когда стены из драгоценных камней. Господом будут научены все твои дети. Велико будет их благоденствие. Правдой ты утвердишься, далеко от тебя будет насилие, нечего будет бояться. Не приблизится никакой ужас. Вот все хорошо. Ну, а может быть, есть какие-то все же проблемы. Если кто на тебя нападет, это не от меня. Кто нападет, тот пред тобой рухнет. Вот есть нападение от меня. И Господь много раз говорит, Ассирия, Вавилон, это вам наказание, это способ вас исправить, это инструменты в моей руке. А бывает так, что просто кто-то хулиганит. Ну, вот он перед тобой рухнет. То есть это не принесет ему победы. И дальше. Он уточняет эту мысль. Это я сотворил кузнеца, что раздувает горящие угли, выковывает орудия своего ремесла, и я же сотворил разорителя для разгрома. Просто как инструмент. Всякий инструмент применяется мастером для определенной цели в определенное время. Значит, я применять этот инструмент больше не буду. Это уже безусловно говорит Господь после смерти этого страдающего Мессии. Какое бы ни ковали на тебя оружие, не видать ему победы, какой бы язык тебя не обвинял, переспоришь его на суде. Таково наследие слуг Господних и оправдание им от меня пророчества Господа. Смотрите, они на тебя с оружием, а ты их побеждаешь словом. Асимметричный ответ. И мне кажется, что вот здесь как раз пророк очень ясно и четко говорит об одной важнейшей вещи, что после крестной смерти Христа никакие священные войны вестись не будут. После смерти Христа для христианина остается оружием только язык. Откуда это следует? Да вот в частности из этого пророчества как много и подробно пророки рассказывают. Вот на вас напали, но я их разорю, говорит Господь, я их уничтожу. Они там будут есть свое мясо, пить свою кровь. Это только что был пару глав назад. Но это Ветхий Завет, где действительно отношения войны, отношения вражды, соперничества. Просто одна из сторон. Израиль имеет на своей стороне Бога. Но отношения, в принципе, такие же, как и везде. Вот когда приходит 53 глава, в реальности, когда она сбывается, о чем мы говорили в предыдущей главе, вот тогда меняется все и навсегда. Тогда Господь отказывается от насилия в отношениях со своим народом. А если насилие происходит, это не от меня. Но одновременно это означает и отказ для самого Израиля от ответного насилия. Священных войн больше нет. Ты побеждаешь языком. Таково наследие слуг Господних и оправдание им от меня. Пророчество Господа.